На телеканале Гелиос вы смотрите программу служба 112. Меня зовут Ася Атрабоданова. Здравствуйте! За истекшую неделю Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провело следующую работу. Сотрудники Управления ГООЧС и ПБ согласно плану основных мероприятий провели объектовую тренировку в гимназии номер 2 на тему действия педколлектива и учащихся при ЧАЭС. Объектовая тренировка проходит в несколько этапов. Это инструктаж, практическая эвакуация и отработка действий дружины юных пожарных. В конце данного мероприятия сотрудники Управления подвели итоги и дали необходимые рекомендации. С 17 по 19 апреля Хасоверд буквально окутали клубы дыма. Причиной тому явилось несанкционированный поджог мусорных свалок и контейнеров. Многочисленные жалобы в экстренную службу обсудили в администрации города. Там было принято решение о проведении рейдовых мероприятий по выявлению несанкционированного поджога мусора. Специалистами Управления выявлено горение стихийной мусоросвалки по улице Заводская. По данному адресу был направлен пожарный расчет и горение ликвидировано. Также спасателями Управления были зафиксированы случаи сжигания мусора в ночное время в частном секторе и торговых точках. Владельцы торговых точек и магазинов предпочитают в этом костре сжигать бытовой мусор, нежели вывозить его для дальнейшей утилизации. Очередной раз Управление гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям города и предпринимателям о том, что сжечь любой бытовой мусор в черте города запрещает российское законодательство. За это предусмотрен штраф до 1000 рублей для физических лиц и до 2500 рублей для субъектов предпринимательской деятельности. Продолжение экологической темы. Совместно с сотрудниками Управления ГОЧС и ПБ в школе номер 2 прошло мероприятие, призванное обратить внимание жителей города к экологической проблеме. Если корень задает, то отлично. Смотри, где. Пусть гибер 100 лет. Кто-то скажет, да? Это же есть у нас. А? Это же есть у нас. Это то, что есть. Не один, а не один. Не один. А не одна. 2017 год объявлен годом не только экологии, но и гражданской обороны в России. В связи с этим сотрудниками гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности были проведены ряд мероприятий с учащимися начальных и старших классов, где особое внимание уделялось бережному отношению к природе. Говорилось о необходимости соблюдения чистоты окружающей природы и о заботе экологической безопасности страны. Инструктаж с приемным покоем провел оперативный дежурный и едино-дежурный диспетчерская служба по городу Хасавюрт. Магомед Салам Магомедов. Между ЕДДС и приемным покоем ЦГБ имеется соглашение о взаимодействии порядки обмена информацией по вопросам защиты населения и территории АЧС. Соглашение предусматривает незамедлительную передачу информации о всех пострадавших и о количестве больных, находящихся в стационаре в ночное время. Противопожарный инструктаж с воспитателями провел ведущий специалист оперативного планирования Муса Гасанов. Он разъяснил воспитателям о том, как действовать в случае землетрясения и пожара. Напомнил также о том, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, то есть огнетушителем. В заключении встречи специалисты раздали присутствующим памятки с правилами действия при ЧАЭС. Это был обзор за неделю. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш инстаграм, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До скорых встреч!